Архангельское городское казачье общество пополнило ряды. Вступившие прошли верстания в казаки, то есть принятие присяги. По традиции это ежегодно происходит в Покров день. Казаки – люди православные. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, следуя традиции, представители архангельского казачества совершили молебен в храме в честь святителя Николая Чудотворца, а также привели к присяге пополнения. Я работаю на заводе АОПО «Севмаш», пятый участок слесаря монтажником судовым. По словам Матвея, казачество вступает скорее по зову сердца и души, поэтому обозначить фактические причины, которые привели к такому решению, не всегда просто. За это можно ответить только так. Это такой же вопрос, как зачем люди ходят в церковь, зачем люди женятся, зачем люди заводят детей. Идеология казаков сохранилась без изменений почти до наших дней. В воин по рождению и воспитанию казак с детства приучался думать и чувствовать по-военному. Иметь определенную физическую подготовку. У нас достаточно солидный, так скажем, костяк в городском казачьем обществе. Ребята с высокими разрядами единоборств различных, бокс, борьба, восточное единоборство, ножевые бои. По традиции кандидат должен изучить основы казачества, особенности культуры и быта, православного вероисповедания, права и обязанности члена городской общины. Перед каждым переступлением казаки у каждого дается наставник. Он учит казачьим как мудрость, советам, наставляет. На казачий образ жизни он в каком-то плане отличается от образа жизни обычных людей, учит работать шашкой. Архангельское городское казачье общество на сегодняшний день насчитывает около 200 человек. Представители объединения принимают активное участие в общественной жизни области, мероприятиях под призывной подготовки граждан, помогают правоохранительным органам в обеспечении порядка. Алексей Макеев, Александр Кузнецов, Регион 29.